Приветствую вас, друзья, наши зрители, а также соработники в служении «Импакт». Встречающиеся со мной регулярно, то ли в рамках программы «Влияние», то ли в целом на телеканале «Импакт», знайте, что я не так часто обращаюсь к вам со следующей просьбой. Пожалуйста, поделитесь этим видео и этим обращением, короткой мыслью, которую вы будете слышать. Поделитесь через ваши аккаунты, через ваши соцсети, сделайте так называемый репост. Моя молитва, чтобы как много больше увидели и услышали мое короткое обращение. В этом обращении я поделюсь с вами одной мыслью из притчи Иисуса Христа, и я заглавлю эту мысль «Сухой фитиль». Написано в Писании, тогда будет Царство Божие или Царство Небесное будет подобно десяти девам, которые, взявшись светильники свои, пошли навстречу жениху. Неразумные, взявшись светильники свои, не взяли с собой масла. В Царствах Небесном есть и пшеница, и плевелы. Есть разумные и неразумные. То есть в тех, кто исповедует христианство, есть и настоящее, и поддельное, истинное и ложное, действительное и надуманное. Так будет и в пришествии нашего Господа. Плевелы не обратятся в пшеницу, а неразумные девы не обратятся в разумных дев. Плевелы будут сожжены, неразумные окажутся за закрытой дверью. Дорогие мои, не будет постепенного изменения от плохого к хорошему или к лучшему. Не будет плавного перехода, если хотите, из плевел в пшеницу. Не написано в Писании о том, что немудрые девы превратятся или станут мудрыми. История неразумных дев, которые, взявши светильники, не взяли с собой масла, полна предостережений для многих из нас, и вас в том числе. У неразумных был красивый внешний вид, было внешнее исповедание веры, скажу так, но внутри пустота. Никакой духовной силы, никакой. Никакого помазания и никакой связи и союза со Христом. Не было ничего, кроме светильника религии, но без масла. Был лишь фитиль, но он был сухой. К глубокому сожалению, дорогие мои, это именно то, что является собой сегодня многочисленное христианство. Христианские учения, имеющие подобие внешности по букве, но мало внутренней реальности по духу. Все именуют себя христианами. Светильник религии мы видим в каждой руке. Все имеют светильники, но к великому прискорбию и сожалению, не у многих есть масло или духа жизни во Христе и присутствие Святого Духа. Обратим внимание на то, что неразумные девы очень похожи на мудрых. Похожи внешне. То есть внешне их не различить. Никакого различия со стороны. Все стоят вместе. У всех светильник. Все уснули. Но все поднимаются при крике о том, что жених идет. Все поправляют светильники. До этого момента никаких, никакого различия. Но конец истории страшный. Так как фитили или фитили у неразумных оказались сухие. Вера есть, но формальная. Есть фитиль, но сухой. Есть сосуд, но без масла. Какая трагедия. Какой губительный для души самообман. Обратим также внимание, дорогие мои, что их светильники были также зажжены. Но это был временный, ложный, чуть мерцающий огонек. Он не подпитывался от того, что называется божественный источник. Никто из нас не может дать часть своего масла другому. Или отдать. Так как Дух Святой дается самим Богом. Масло можно получить лишь от самого Бога. И моя постоянная молитва о многих из вас, о каждом из вас в служении. Чтобы сила Духа Святого и Его благодать постоянно оживляла ваши сердца, ваши сосуды. Ваших детей. То, что происходит вокруг нас, ярко говорит о том, что для нас преступно, небрежно, смертельно опасно иметь сухие фитили. Писание говорит о том, бодрствуйте, ибо не знаете, в какой час Господь ваш придет. Бодрствуйте, ибо не знаете, в какой час Господь ваш придет. Бог да благослови вас. Бог да благослови вас. Продолжение следует...